всем привет в эфире бой скаутов первый подкаст спорта день за днем о футболе сегодня обсуждаем локомотив зенит локомотив побеждает зенит без миранчуков и те не идут сборную не пора ли отменять вар как и резиновых зрителей искусственных футболистов не пора ли наконец игрокам становиться мужчинами доброго всем дня это спорт день за днем мы решили заговорить футбол в последнее время да и вообще спорт уже не столько смотрят сколько слушают вот и послушайте все что мы сегодня с моим собеседником а я кстати иван житков редактор всего этого издательского дома моим гостем сегодня является как пишут нерадивые авторы которые не знают что являются только привидение по ночам это дмитрий ничапаренко помпезно если говорить то футбольный скаут работал в футбольном клубе краснодар журналист а если говорить по на моем языке то мой давний приятель с которым мы на первом курсе учились поэтому я могу конечно до второго не доучились да 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 я готов называть его даже димон он просто станет скажет что он вам не димона и уйдет поэтому я лучше буду просто к нему обращаться как с бывшему скауту краснодара сейчас ты работаешь насколько я знаю на каких-то прибалтов как у нас бы сказали болельщик я хотел бы сказать с какими-то прибалтами но с клубом рфс который подчеркиваю рфс который сейчас идет на втором месте в чемпионате латвии к сожалению все-таки не на первом но вроде есть шанс выиграть финал кубка потому что обыграли как раз принципиальных соперников ригу в четверг полуфинале кубка который как раз рига лидирует чемпионате а у нас есть шанс соответственно выиграть кубок ну ты знаешь мои пристрастия с удовольствием обсудил с тобой чемпионат латвии но я боюсь тогда первый же наш подкаст пойдет прахом поэтому давай мы сейчас как наш первый курс как наш первый курс видишь к чему привел поэтому сейчас перейдем плавно к матчу зенита с локомотивом который естественно сейчас все обсуждают обсуждают вар причем меня это очень смешит потому что я помню что два года назад когда там зенит сыграл с каким-то с каким-то опять же спартаком по-моему то ли кто-то только кто-то у кого-то выиграл кто-то кому-то проиграл была страшная буча это не суть важно да в свете того о чем я говорю была страшная буча вокруг не назначенных пенальти или назначенных пенальти и все говорили что да как бы уже надо вводить видеонаблюдение 5 арбитров что-то стояла за каждыми воротами еще сверху висел там на мачте освещения да весь подсматривал вот ведут вар и все будет хорошо ну действительно казалось странно команда провели хороший матч да по содержанию там по тактике по борьбе а все обсуждают был пенальти не подкалку глушаков еще тогда что там нет по-моему это было может быть и здесь или здесь не будем заносить да у нас память плохая поэтому нас из первого курса выгнали обоих так вот и вот пожалуйста ввели вар и сейчас вот весь интернет после игры зенита с локомотивом исключительно о том надо было просматривать вар не надо было просматривать вар если надо было то сколько по времени сколько раз нужно было и так далее и тому подобное вот давай я тебе так скажу меня вар этот достал если честно я не говорил никогда не про дух игры сам никогда не говорил про то что надо его сохранить вот минут эту формулировку духа игры я никогда не использовал и когда этот вар ввели я просто ждал у меня не было никакого отношения к нему я просто даже какой-то там помню первой игре когда а там неправильно забитый голову отменили много окей но сейчас я могу честно сказать что он меня достал потому что это ну вот ненормально смотреть по 8 минут задницу суди который стоит перед экраном и смотрит вот это вот еще по нескольку раз за игру поэтому честно говоря спасло бы да спасло бы всю ситуацию компромиссное решение позволить тренерам по одному разу призывать судью к просмотру вара и уже прекратить вот это вот издевательство над футболом или или у тебя что-то как у бывшего судьи ты еще и бывший судья между прочим бывший судья да при этом я как уже бывший судья вынужден консультироваться у действующих судей о том как трактовать руки как траковать тельные эпизоды потому что постоянно каждые полгода вносится тельные изменения в трактовке и это честно говоря выводит заблуждение самих судей поэтому к сожалению я понимаю насколько тяжело игрокам тем более тяжело болельщикам которые просто физически не погружены во все эти вещи и они просто иногда очень сильно удивляются тому что происходит на в плане решений так что можно вспомнить матч зенита с локомотивом например ой не локомотива с цска когда рука была в штрафной площади и все были уверены что поставят пенальти а в итоге в другую сторону развернули потому что это рука не рука как которая была бы если такой же эпизод был бы в чужой штрафной был игрока атакующего то это было бы отменено а когда в своей такая рука это не является нарушением правил но тем не менее поклонников варта их больше дело в том что я не являюсь ни поклонником ни противником просто это мне кажется та ситуация когда в любом случае невозможно этим решить потому что все равно судейство футбольное оно связано с трактовками это не те вещи как в теннисе например в волейболе когда мяч попал в линию не попал который просто можем увидеть здесь все равно останутся трактовки которые очень усложняют например с американским футболом где схожая система где есть три возможности запросить челлендж то что у них называется на половину матча там действительно есть человек ошибается то после этого у него отбирают один из этих челленджей но футболе мне кажется суде потом тренер начну говорить о том что маловато по одному эпизоду то есть это безусловно да ты сейчас им дали сначала я же помню как это все было сначала поставили за воротами судей оказалось что для справедливости да такое великое слово не но там было хорошо справедливо потому что люди зарабатывали в принципе дополнительные деньги катаясь пятым ну а вар вот это вот оснащение стадионов вот эта история потому что это вообще это ты просто открываешь вещь которая до этого никому не была нужна а здесь ее можно сбывать вообще в огромных масштабах еще еще и навязывать не просто сбывать еще и сказать что не будете не будете делать отключим газ по большому счету вот этим же по сути дела международная ассоциация футбола этим и занимается это все понятно что касается самого вара я противник сразу могу сказать потому что я не верю в то что справедливо подожди только что сказал что ты не сторонник не противник ты переобуваешься нет нет я поясню в том смысле что я считаю что он не может дать не может дать полную справедливость и поэтому я понимаю что какие-то эпизоды вот я не знаю помню матч бавария липциг мы как раз перед этим обсуждали когда там уже поставил пенальти арбитр а потом увидел что касание было сначала в землю а потом в ногу и отменил да такие моменты где-то что-то можно исправить иногда бывает так что справедливость также торжествует но есть момент который самый ключевой есть определенный совершенно регламент о том сколько мы какие моменты нужно идти смотреть но ведь такая ситуация что в тот момент пока идет продолжается игра главный арбитр продолжает судить эту игру люди видеопомощники смотрят возможные моменты они могут просто не увидеть тот самый момент в котором это произошло поэтому он просто остается затертым происходит дальнейшие события на поле и этот момент просто не видят ну тот же момент зенит локомотив например который был на первой минуте дурацкий не не игродский на мой взгляд момент абсолютно потому что человек начинает выводить мяч из штрафной теряет и на весу задевает ногу но формально это чистый пенальти но вполне логично команды могут не войти на первой минуте главный судья может не войти на первой минуте точно так же помощники видео арбитра то есть они тоже могут не войти в игру и просто не заметят но согласись что вот эти слова ты вот я внимательно тебя слушал когда ты говорил о трактовках да а чисто вот этой вот судейской кухни которую никто естественно не собирается принимать во внимание и употребил слово справедливость но вот давай начнем со слова трактовка вот согласись что футбол изначально он не был задуман вообще так чтобы быть каким-то образом коррелируемым с этим словом это очень простая была игра всегда если ты помнишь да именно с трактовкой болельщиков если мы говорим сейчас это говорю просто мысль нет ни в коем случае болельщиков не интересует вопросы трактовки и какой-то особой локальной кухни в принципе им даже по большому счету зачастую наплевать что там происходит в раздевалке команды если сейчас начинать весь футбол а сейчас начинается действительно паранойя все общее вокруг трактовки тех или иных правил сутармин играет рукой прижатой к телу но он поступательно ей двигать а как он прости может двигать если он бежит вперед здесь предельно простой эпизод который здесь я кстати наверно выступлю с точки зрения поддержки тех решений которые произошли что если в атаке просто приняли решение любой момент который атакующий игрок является имеет касание рукой мяча сразу же игра останавливается неважно как она была прижата хоть она лежала у него не дожди ну тогда давай руки уже отпил или скотчем завязывать за спиной ну что делать а даже если скотчем будет за спиной все вот здесь будет торчать локоть как бы к сожалению никто не видит в него попадет и это будет слава богу что я один вижу мне от этого нехорошо ты сейчас показываешь и скажи пожалуйста вот это нормальная ситуация ну футболистам давайте будем футболист они футболист не может играть без рук они это не 11 не 22 венеры миловский в конце концов выходит на но у меня миловской тоже там верхняя часть рук помощи присутствует но венеры миловской другие части быть хотя бы привлекательны у футболистов то нет особенно у некоторых но такая ситуация что здесь просто я помню еще мы мы конечно не застали самого начала футбола как они застали уже там наши ближайшие предки потому что эти футбол довольно уже старая игра но я не знаю как там было в 1883 году где нибудь не на 1883 году там понятно академики с тросточками и так далее но согласись что дальше типы фаллов да сейчас они совершенно другие раньше в принципе даже пенальти давали за там буквально две три вещи нет так дело все в том снос штрафной игру рукой так что она но она должна была быть вообще на отмышку прям как у владимира ильича или у не буду говорить еще у кого-то вот она должна быть отставлена от туловища так чтобы от реально вот очень мало было пенальти за руку сейчас пенальти за руку назначается в каждом матче по несколько штук мне кажется такой пенальти который вот хороший понятный всем пенальти вообще публике это вчера вот матче цска с уралом вот это хороший пенальти там вообще нет вопросов ну правильно вот раньше назначались хорошие пенальти это делать я там по стариковски раньше не я согласен но но тем не менее мы можем говорить прежде хорошо прежде тогда мы еще более среди прежде вот просто мне кажется что здесь такая ситуация что так сейчас присутствует потому что это все равно связано с технологиями потому что пока стал более четким мне кажется все двигалось с точки зрения потому что очень много камер раньше как увидел прежде главный арбитр так и увидел и все это решение приняли поверили и дальше а продолжили играть а сейчас когда есть возможность семи камер увидеть а еще 20 экспертов которым все должны позвонить это обсудят в студии соберется каких-то четыре человека которые из них три читали правила еще семьдесят пятого года то есть мы сейчас говорим о манипуляции уже да то есть то слово по справедливость да за который ратуют там все болельщики футбольные те которые за вар те которые за вар как только ты начинаешь спорить про вар все сразу начинают мне говорить о справедливости не получается сваром они не понимают это такая же у них надежда но это это манипуляция их сознанием потому что им дали вот эту вот морковку там которые для ослика и они думают что там будет справедливость а потом эти эпизоды где справедливости нет и они все равно продолжают верить что это справедливость будет очень характерно если смотреть даже на наш с тобой разговор немножко отстранившись и посмотрев на нас самих мы обсуждаем и матч в котором довольно много чего было интересно мы обсуждаем опять и это вынуждено потому что у нас есть публика да и с этого началось и ты помнишь да и не обсуждаем игру и не обсуждаем то что локомотив прекрасно смотрелся без мир ничего да да и мы не обсуждаем то что зенит перестроя пытался опять-таки использовать дугласа сантоса сначала в позиции центрального полузащитника причем на мяче это была одна схема без мяча это была другая то что потом дуглас антос перешел в свою благо наличие этого игрока позволяет вот таким образом перестрая она она я просто думаю что она дает возможность для мысли тренерского штаба эти мысли видны но их пока сложно донести до игроков и сделать так чтобы они уже притерлись пока это такой переходный момент мне кажется вот слушай да вот донести сложно до игроков это хороший интересный момент давай вот все таки чтобы мы не были балаболами просто да хотя все равно конечно зовут но неважно мы все-таки остановимся на слове справедливость закроем его и так далее эти вот выскажу свой стейтмен да относительно справедливости так вот эта справедливость она нужна только владельцам клубов она нужна тем кто как бы занимается деньгами в футболе больше никому это справедливость ну в кавычках да назовем ее она не нужна мне как болельщику как команды название которой я не буду произносить это тут же все станут и уйдут это очень не мейнстримово и ты как болельщик команды который еще хуже чем та за которую болею я хуже да с точки зрения мейнстрима то достаточно лучше да 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 ну ну как хочешь называй это ты же понимаешь те люди которые говорят прежде они вообще не заслуживают внимания так вот получается что мне это справедливость не нужна я как бы болею за определенный клуб просто потому что я за него болею я не меряю собственно скажем так этой далекой глоре хантерс там мне все равно я справедливость Tehrano те это президенты клубы тип спортивного директора это вачи от тебя кто занимается эти люди не рассуждаются они какая справедливость это понятие если берется в шоком смысле на су не субъективная но объективное понятие люди которые являются президентами клуба и тренерами клуба и спортивным директором генеральный директор об а не могу быть объективно они субъективны они хотят о справедливости в их пользу. Вон, Гурам Захарыч на Васю Казарцева сейчас напал. Говорит, нельзя такому человеку... Это Аджоев, если что. Гурам Захарыч, это сейчас люди стали думать судорожно о каком ты говоришь Гураме Захарыче. Всех своих соседей по подъезду вспоминают, а ты говоришь об Аджоеве. Они вспоминают их имена, потому что большинство людей не знают. Человек, который управляет тульским арсеналом, между прочим. Ну, по мне... А чего добились вы? По мне, просто ситуация такова, что вообще у нас очень много по отношению к судьям высказываются игроки, тренеры, болельщики, президенты. Если бы их всех так обсуждали. Видишь, какая история. Я думаю, что... Извините, говорю, мне кажется, в так любимой тобой центральной Европе им бы закрыли ты, потому что сказали бы. Ну, так бы никто не закрыл. Если бы человек сказал, что этого человека нельзя больше допускать до судейства... Ну, да. Один же уже сказал, что Бавария – это зло немецкого футбола. Вдруг у него в волосах нашли кокаин. А говорят, что там демократия справедливость и все остальное. Нет, там тоже очень прекрасно все. И пресса понимает, что писать. И я хочу сказать, что любой игрок Бундеслиги тебе расскажет про то, что отчеты, большинство журналистских отчетов, они все равно устроятся по заказу пиар-агентств. Очень многое тебе... Мы про справедливость. Мы про справедливость, то, как ее все видят. Все считают, что просто футбол это вот то самое поле, которое их не касается и где можно выстраивать свою жизнь как бы на аутсорсе. Вот это вот главная проблема футбола. Просто я могу сказать, что не проблема. То, что футбол просто, мне кажется, ну, сейчас я очень занудно выступлю, но... Ну, это ты умеешь. Да. Но само по себе... Пусти газку. Само по себе в футболе, даже если все решения арбитров будут абсолютно идеально правильными, справедливости все равно не будет. Потому, что элемент случайности в силу того, что голов забивается мало, а счета довольно часто близкие, элемент справедливости, он все равно отсутствует. Это не баскетбол, где качество показанной игры довольно четко коррелирует с результатом. Очень редко бывают сенсации, да. То есть, для этого должна быть очень близкая игра по счету и что-то куда-то повернуться. Нужно отравиться ИСКА для этого и так далее. То есть, условно, соотношение 100% у одной команды и 83% у другой, скорее всего, даст победу той, которая 100%. Для футбола соотношение 183 практически уравнивает шансы. Поэтому, а что касается Вара, ну, и по поводу боления моего за мою любимую команду, то я могу сказать, я вспоминаю плей-офф, финал плей-офф 2017 года, который нам забил гол Милуол. И я считаю, что... Люди сейчас икнули в этот момент, знаешь, что Милуол забил вам гол. Вот, и если сейчас бы с Варом, наверное, намерили бы реально, я не шучу, 17 сантиметров, что это был гол за негрой. Пускай засчитали этот гол, пускай мы остались в лиге один, но это был нормальный футбольный момент, а не вот это, когда начали потом смотреть. Ну, никому это не нужно. Я лично, еще раз говорю, если Вар бы был, я бы говорил о том, что когда уже был введен в 2017 году, там его не использовался, я бы в жизни этого не стал говорить. Вот так, Дима, на старости лет остался ты в меньшинстве со своей позиции, похоже. Давай перейдем уже от этих всех скользких материй, перейдем все-таки к футболу, вернемся к теме все-таки Мирончуков, например, без которых Локомотив вполне себе неплохо выглядел против Зенита и компактно, никаких ошибок они на ровном месте не допускали, всем подряд отрабатывать назад было не нужно, энергии тратили они меньше, и были конкретнее, четче, и в итоге, в общем-то, ну, не знаю, там, заслуженно, не заслуженно, я думаю, что Зенит все-таки на ничего наиграл, по очкам, как в боксе говорят, да, но в целом нет ничего крамольного в том, что Локомотив выиграл, уж точно совершенно. Ну, для меня скорее Локомотив совершенно заслуженно, если не считать по моментам, опять-таки, ища какую-то справедливость, а по концепции, по выстроенности, по структуре и по идее, которые они сумели воплотить, я считаю, они наиграли на победу. А ты говоришь, что тренерский штаб у Зенита правильно работает, но они не могут достучаться до игроков. Сейчас ему просто время. Объясни, почему вообще такой штамп существует, не достучаться до игроков? Я не говорю, что не достучаться, достучаться я не использовал, это уже интерпретация моих слов, я сказал донести, еще пока не удается полностью, потому что нужно время просто, потому что все-таки так или иначе, явно идет перестройка, если до этого Зенит играл практически всегда на мяче и без мяча, по одной и той же схеме. Сейчас моментами это происходит. Мы видели в Лионе, это мы видели сейчас с Локомотивом, когда идет, а это довольно сложно, потому что часто в переходной фазе приходится игрокам переходить в разные позиции. Тот же Аздоев, например, играл, соответственно, когда был мяч, он играл правого полузащитника, до того, пока Дугласантос не ушел на свою позицию левого защитника, а первые 30-35 минут на мяче остановилась позиция правого инсайда. В этих переходных фазах это довольно сложно, поэтому здесь должны быть просто взаимодействия уже, и невозможно, я думаю, играть тренировками, это должна быть практическая вещь, которая происходит на поле. Но я тебе могу сказать, что у меня складывается ощущение, что проблема у Зенита, она вытекает, в общем-то, из его преимущества. Оно заключается в одном факторе, это наличие высокого нападающего. Без высокого нападающего играть сложно, с ним иногда тоже сложно, потому что ты волей-неволей все равно зависит от его расположения на поле, от его формы, от его текущего, в общем, на данный момент, участия в игре. То есть, в данном случае Зенит не может быть максимально вариативен, потому что они имеют, пожалуйста, тебе Артема и Дзюбу, которого они обязаны кормить мячами, которому они обязаны стягиваться при получении мяча, безусловно, и это их немного ограничивает. Ну, я бы сказал, что, играя с двумя нападающими, как раз стягиваться не так уж много нужно, потому что, в принципе, они пытаются играть довольно близко друг к другу, Дзюба с Азмоном, потому что сейчас Дзюба все больше и больше стал уходить в позицию под правого защитника соперника, естественно, там нужно под это подстраиваться. Мне кажется, сейчас, я говорю, что... Но это фактор предсказуемости, он туда уходит, все об этом знают. Все об этом знают, но подстройка под него еще пока не совсем налажена, потому что очень много выезжали на как раз-таки Дрюси, который дает запрограммированную вариативность, я бы сказал так, появление в разных точках, который не очень понятно может быть соперником. Но мне кажется, что мое личное мнение, что очень сильно загнали уже, вроде как сейчас сентябрь заканчивается, завтра октябрь начнется, но уже движения Азмуна и Дзюбы заторможены. Они, на самом деле, рывковые работы стали делать, на мой взгляд, визуальные. Это говорит о какой-то работе определенной, Это говорит о том, что мне кажется, нужно все-таки надо их чередовать. А получается, что привязка к этим двум нападающим в любой игре постоянно их использовать. Ну, это то, о чем я тебе, собственно, тот пас, который я тебе и дал, что ты все равно, без Дзюбы, Зенит не будет играть без Дзюбы, пока он есть в составе. Это то, что мы называем быть заложником чего-либо. Ну, с одной стороны, да, но получается, нет плана Б в такой ситуации. Нету. А его нету и нету, и опять же, до тех пор, пока Артем, вот он, причем, кто-нибудь сейчас скажет, что мы там против Дзюбы. Я не против вообще. Да мы не против Дзюбы. Вообще не против. Это вот такая данность, как вот, это как про справедливость, да, вот мы исходим из того, что он есть, значит, надо жить с ним. Но жить с ним получается вот так вот именно. Но почему нельзя иногда использовать, например, Дреуси как второго нападающего? А вот это уже хороший вопрос. Я, например, скучаю по Дреуси в роли нападающего. Я как-то вот увидел, помнишь, тогда была игра с Рубином, первая, когда он забил два мяча, в прошлом, еще в том сезоне, когда был Манчини. Он забил два мяча, причем, ну, в манере такого настоящего южноамериканского нападающего, на опережение, на... со скоростью принятия решения, быстрым. И, по сути дела, все подумали, Дреуси забивал в Ривере только один сезон по-настоящему, потому что он, все равно, это типаж второго нападающего. Второго, но, тем не менее, умеющего вот так выпрыгнуть на мяч, выбрать позицию с разгона. если освобождается зона, он туда входит, сделает врывания вот эти, но, тем не менее, я не думаю, что... Само действие Дзюбы при Дреуси, оно отличается, должно отличаться, если он играет вторым нападающим, чем, если играет Азмун вторым нападающим. Точнее, играет скорее Азмун первым, а Дзюба играет вторым нападающим в этой ситуации. То есть, понятно, что это очень условное название, но во многом Дзюба обслуживает Азмуна. Да, конечно. Хотя, в принципе, если ты помнишь, ты, как сам был всегда большим фанатом Полоза в Ростове, что именно этим сам занимался Полоз. То есть, по сути дела, и там тоже все работали именно на Азмуна. Да, да. Азмун очень сильный футболист, безусловно, по качествам, по уровню нашего чемпионата он тоже сильный, но он зависимый. Не в том смысле, что ему нужно давать много мячей, ему нужно давать очень много пространства, ему нужно освобождать зону так, чтобы он вбегал уже в нее. То есть, и сейчас, на мой взгляд, главная проблема, то, что для этого уровня, уже для Лиги чемпионов, вопрос его класса, в том смысле, насколько он может реализовывать хотя бы один момент из двух. Ну, видишь, вот в Лионе у него получилось. В Лионе получилось, хотя я считаю, что в Лионе матч был очень плохой для обоих нападающих. Чисто если брать целиком матч, а не отбросить одну комбинацию. Я вообще как бы думаю, что в Лионе, может быть, слишком перестраховались, у этого Лиона можно было выигрывать. И, честно говоря, когда Силвинио сел передо мной на пресс-конференции после матча, я почему-то подумал, что 25 ноября, или там какого, когда Лион будет играть в Санкт-Петербурге ответный матч, мы этого тренера уже здесь можем не увидеть. Мне кажется, что красава... Я не думаю, что Лиону стоит увольнять, потому что все равно так иначе произошли изменения. Конечно, потому что там спортивный директор Жунини. Нет, я сейчас по игровым вещам. Мне кажется, что ситуация Лиона позволяет все равно команде с большой долей, вероятно, даже при этой игре к зиме, к концу зимы, начале весны, все равно, если спокойно проводить работу, попасть в зону Лиги чемпионов, на больше во Франции они все рассчитывать не могут, потому что есть ПСЖ. Как и никто другой. Да, безусловно. Поэтому мне кажется, что в ответном матче, если не будет истерики в Лионе, если Сильвению будет проводить определенную работу, потому что по матчу с ПСЖ, да, впереди было вообще ничего не создано. Ты понимаешь, истерики-то у них может не быть сейчас, но если вот они с Нанту тоже проиграли. Да, я не видел матч. Да, Нанту они тоже проиграли. Нанту, да. Потому что ты еще не встаешь в это время. Ты просматриваешь еще матчи чемпионата Гондураса в записи до глубокой ночи, точнее, до раннего утра, уже не дали. Ну, это правда, это не так, но просто, да нет, я просто садик там посмотрел, но просто чем-то Дадим был занят. Но вообще Франция в 14-30, это, конечно, меня очень удивило. Раньше такого не было. Ну, подожди, еще скоро в 11 утра все будем играть. Там вот, например, видишь, китайцы же уже заставили Лиона. Ох, сейчас мы перейдем через только еще одной нашей любимой теме. Там прежде, только так, загремит в воздухе. Сейчас будет прежде, прежде, давеча, да, бывало. Так вот, вот, пожалуйста, как раз болельщики Лиона на матче с Нантом же возникали против руководства. Возникали. Возникали. То есть, это болельщики возникают. Болельщики возникают. Понимаешь, им как бы хороший стадион построили, знаешь, а соперников на отшибе. Ну, такой там отшиб, я как раз живу рядом с ним. В принципе, там достаточно неплохая коммуникация с городом. Бывает и по... Не, ну, все равно, но стадион на отшибе это как-то не душевно. Согласен. Мне тоже это не нравится, но могут быть другие мнения. Ну, Леон, это еще не худший случай, я тебе могу точно сказать. Ну, тем не менее, вот они вот, китайцы, оплачивают банкет, они поэтому и должны... Начать время начала. Нет, вот здесь я не согласен. Оплачивают банкет те люди, которые играют в бобедерских конторах, которые в основном это китайцы, но не те, которые китайцы. Нет, они другие китайцы, безусловно. Просто, по большому счету, через Францию, или через Италию, или через Испанию, просто деньги одних китайцев, рабочих китайцев, переходят к китайцам, которые владеют темельными клубами или букмедерственными конторами. Ну, ты же сейчас мир людям рушишь их, понимаешь? Вот этими всеми разговорами. Болельщики-то, они же тебя слушают сейчас, я надеюсь. Ну, хотя бы два человека еще осталось тебя слушать. Я-то уже не могу уже с тобой. Ну, Так, смотри, что получается. Ты им рассказываешь, что весь их этот футбол, это вымысел, да? Я не говорю, что весь футбол. Нет, здесь хороший футбол. Да нет, сам по себе футбол неплохой, просто антураж вокруг него. И просто я считаю, что ситуация происходит такова, что ты не важно. В общем, болельщики с удовольствием ходят на Крестовский, поддерживают зенит. Чем тебе? Ты скажи им, что у вас антураж плохой, они на тебя обидят. Не знаю, я вот говорю, я на Торпедо был на прошлой неделе, вот антураж реальнее, реальнее. Вот эти даже... Ты был на матче Торпедо с крыльями Советов. Не важно, какой матч, потому что... Не надо шифроваться. Понятно, что Собовлева не просматривал для латышей. Нет, просто дело все в том, что... Нет, в Торпедо, кстати, можно бы кого-то просматривать, но... Давай, рассказывай скорее, кого же из Торпедо ты соберешь. Нет, Торпедо, на самом деле есть. Кстати, в латвийском футболе стало же больше денег, чем было даже 15, 10, 7 лет назад, 5 лет назад. Какие суммы мне тут называли недавно? Ну, не в Луниера, конечно. Такие, что, конечно, там можно и Стамбул в войну. Я бы очень удивлен, реально, я бы это узнал буквально несколько месяцев. Возвращаясь к кому-то, и сейчас мы должны отмотать туда, туда, туда. Давай, давай, давай. Но дело в том, что антураж на вот этом старом стадионе Торпедо, когда я был в Ложе Прессы, впервые, кстати, на Торпедо был в Ложе Прессы, не знал, что она такая узкая и примыкает прямо к самой вот этой фанатской аутентичная. А здесь, это то же самое, как, я не знаю, когда я был, я, по-моему, рассказал эту историю как бы как две крайности, которые, наверное, сейчас точно выключат и скажут, что этот парень совсем башкой не дружит. Но когда я был на Уэмбле, а через 4 дня был на стадионе в Йорке, который, к сожалению, уже закончил свое существование, я могу сказать, в Йорке лучше. Нет, может, на старом Уэмбле было лучше, но нынешнее Уэмбле. Ну, безусловно, у меня некоторые английские коллеги в Лондоне, когда я их спрашивал, на какой бы такой земляной футбол сходить, они сказали, сходи на Даганем и Рэдбридж, сказали, что вот просто получишь удовольствие. К сожалению, в тот период, когда я там был, они не играли дома, и я попал на другой гуле. Не, ну, вот я же тебе присылал видео с нового стадиона Тоттнома, но это катастрофа. Там же суть в том, что... Поясняю, что возмутило Дмитрия. Дмитрия возмутило то, что сектор болельщиков, которые типа называются The Wall, где должны сидеть люди с высоким эмоциональным градусом и переживания за все. Там сидят, в общем-то, обычные лондонские сотрудники банков и так далее. Это уже там и не только лондонские, а еще и приехавшие туристы. Но суть-то в том, что это же не их лично. Все смотрят телефон с смартфоном. Я вот сказал, что все слушают футбол. Нет, его смотрят, но только через смартфон. Здесь фотографируют. Да, потому что это... Нет, так это же, мне кажется, уже в философстве. Это идея симулякра. Когда ты посмотрел через что-то, ты воспринимаешь реальность уже совершенно по-другому. Мне кажется, многим людям сейчас в современном мире, чтобы понять, что это является данностью, что это факт, они не могут просто увидеть это на улице. Только запечатлев это через экран телевизора или компьютер, они скажут, что это факт. А просто проходя мимо... Так это же мы уходим к замечательным книгам как раз про эскалаторный теннис, которые были написаны там полвека назад. И причем я был в полном шоке, когда читал Хаксли, что оказывается, его тогда травмировал и переживал. Он говорил ровно то же, о чем сейчас рассуждаем мы. Что же прежде-то было, понимаешь? Если сейчас мы считаем, что это уже наступило для футбола вселенская катастрофа. Я тебе скажу, что я был на финале Лиги Чемпионов в этом году. Честно говоря, если меня будут спрашивать, какое впечатление футбольное было у меня самое яркое, я могу матч финала Лиги Чемпионов в Мадриде просто не вспомнить, что я на нем был. Настолько у меня был ноль-ноль градусов вообще каких-то вот эмоций, адреналина и чего бы то ни было. Это настолько была странная обстановка с фотографирующимися людьми, которые там, возможно, о футболе услышали буквально позавчера, что мне просто вот действительно, я не могу сказать, что мне там было страшно плохо и тошнило, но это вот я просто куда-то сходил, как, знаешь, на какую-то там вечеринку просто, не более того. Да, так в том-то все и дело, но то, что по поводу... Я не был при этом, ну, сразу скажу, что я не был вип-ложи, это была не вип-ложи, это была обычная, болельская, не очень дорогая трибуна. Уже вообще не принципиально, мне кажется, потому что то, что на стадионе новом Тоттнамо, там же ситуация не то, что это люди не хотят вставать, там же правило теперь, что ты не можешь болеть стоит, ты не можешь скакивать, если ты стоишь подольше, у тебя могут решить просто абонемент дорогой. А если ты что-нибудь крикнешь, подойдут медицинские бригады и спросят, не надо ли вам чем-нибудь помочь. А может уже и не спросят. Может уже и не спросят. Ну, это абсолютно, но то, что по поводу Газпром-арены... Да даже вот эти названия, блин, вот эти вот Газпром-арена, вот это все, вот эти Альянс-арена... Кто платит, кто-то заказывает музыку. Я тебе хочу сказать, Альянс-арена, строили Бавария вместе с Мюнхеном 1860 этот стадион. Ну, как строили. Строили-то строили, но в итоге Мюнхен оттуда попает окрас Грюнвальдерштрассе. У них там обалденная атмосфера была, даже в четвертой лиге, куда они загремели. У них куча людей туда ходит, все такое в голубых цветах. И плевать, они хотели на эту Альянс-арену, которую на метро надо пилить там полчаса в потной толпе. И потом еще маршировать 25 минут до туда. А потом, если ты еще вдруг приехал туда на машине, ты еще оттуда час будешь выезжать, потому что на автобан стоит пробка. Нет, все это так, просто, наверное, есть исключения. Мне вот почему-то кажется, хотя я не был на нем, но когда ты слышишь атмосферу, мне кажется, вот Ванда Метрополитанова, хотя название отвратительное совершенно, но мне кажется, вот на нем есть атмосфера. Вот я тебе хочу сказать, что я вот на ней был, никакой атмосферы я не почувствовал, но я все-таки пока зарезервировал то, что, возможно, эта проблема в том, что я не был на матче Атлетико Мадрид там. А, нет, нет, я имел только Атлетико. Хотя я был на матчах Атлетико Мадрид дважды на Висенте Кальдероне, это, конечно, было потрясающе. Это лучшая атмосфера была в Испании. Что сейчас с ней стало, я уж, извини, не знаю. Нет, просто я говорю, что вот возможно туда, но вопрос же в другом. Просто вот вчера я видел фотографию с матча Селтик с Сибернианом о том, что болельщики уже в Шотландии начали говорить о том, что билеты не должны стоить больше 20 фунтов. Ну, конечно, потому что вот недавно съездил, я переживал, что я не еду на матч в Шотландии-России, я признаю, у меня планы изменились в последний момент. И поехали коллеги, которые туда, я-то думал, что там на Хэбден Парк, бог знает, что сейчас происходит, что это последний там оплот еще там. Ничего подобного, все, тихо уже, спокойно. Уже и хоралов вот этих вот нет, у шотландских особо, уже просто какая-то там музыка, треньки-бреньки, рекламы там, все, трой-левая, все как везде становится. А в Шотландии еще и играет-то плохо, ты понимаешь? Вот что самое удивительное. Надо бы она еще играла бы при этом, как ПСЖ. Ну, там понятно было бы, что это такая целевая аудитория была бы. Ну, а получается, старая из атмосферы ушла, а я вот тебе хочу сказать, ты знаешь, вот ты говоришь, целевая аудитория, а не думай, что та целевая аудитория, которая тихо сидит, она прям понимает во всех перестроениях того же ПСЖ, и она прямо мыслит на 80% от того, как мыслит Тухель. Нет! А Тухель еще что-то мыслит, как ты считаешь, после полутора лет, проведенных в ПСЖ? Он же позиционировался как тактический гений, что он уходит там, где он может реализовать все свои задумки, и что он видит. Кстати, как и Гвардио. Сейчас мы можем обсудить, но я просто хочу сказать, что я просто убежден, что это единение с брендом, потому что бренд люксорный, как это по-русски будет сказать, ну, в смысле, люксовый бренд, и им нравится это, потому что люди должны ходить, ну, как, у них там, не знаю, виски атрибуты, ну, как, ты не можешь при этих атрибутах ходить на ПСЖ? Ты должен ходить на ПСЖ, то есть, соответственно, тебе интересно, даже у тех, у кого нет этих атрибутов, у них есть интерес к тому, чтобы все равно объединиться. Мне больше всего жаль реальных фанатов ПСЖ, которые... А тебе английских фанатов не жаль, которые... Не, ну, ПСЖ просто действительно довольно серьезные люди, да, да. И это такой разлом, то есть, тебе приходится быть, значит, с ними, ты же не можешь, у тебя уже татуировки повсюду, ты не можешь сказать, у тебя, ты же не можешь перебить их на потомных, на другой клуб. Прости меня, знаешь, за такое предательство, но я вот всегда, как-то считался, там, с 94-го года, что я в Европе поддерживал Ювентус, это был мой, как бы, любимый клуб. А сейчас я вынужден признать, что все, все. Для ребенка опал, тумбочка напополам, понимаешь, вот ничего там не осталось такого, что меня там держат. Вообще, я просто, более того, еще и подтапливаю за Торино теперь, потому что там я вот был в 15-м году на матче с Зенитом, меня вообще потрясло, какое единение еще до сих пор вокруг этого клуба. Кристина до сих пор потрясает. Кристина потрясал я, видимо, тогда, да, Кристина, между прочим, это боевая подруга Дмитрия, которая и в Латвию, и в Краснодар, и куда угодно, куда бы, даже если его возьмут там в этим самым, какому-нибудь коммуникационный со Скоста-Рики скаутом, то она все равно туда за ним поедет. В целом, о чем мы-то говорили, пока ты не начал свою наизнанку у себя выворачивать? Торино, да. Насколько же они потрясающе объединены вокруг этих своих старых легенд, которые там связаны и с их погибшей звездой Джиджи Мироне, и со стадионом Филадельфия, который сейчас из руин сделали Академией, да, но это находится просто напротив Олимпийского стадиона, где они сделали Холма Суперга, где разбилась великая команда Торино. Все это как-то вот в этих мифах прекрасный культ клуба до сих пор поддерживается. Я вот посидел лично в кафе, где был пакт подписан о создании футбольного клуба Торино. И как-то я вот с тех пор понял, что я начинаю, как мне никак не стыдно, но я начинаю... Здесь приходится, мне кажется, всем... Просто взять, я имею в виду там, прежде всего людям, которым клуб не безразличен по-настоящему, приходится стоять перед выбором. Либо мы признаем, что, наверное, при нашей жизни мы не выиграем ни одного титула, но при этом мы сохраним определенную идентификацию со своими традициями и с стремлениями. Либо мы как бы должны стать таким... Мы должны стать как болельщики Рцгиберги АО. Есть такая команда во второй бундеслиге. Восточно-немецкая. Восточно-немецкая, да. Это такой мутный регион, мрачный, где, так сказать, люди улыбаются, но так по-своему я тебе хочу сказать. Вот вчера они играли с Динамо Дрэзен в саксонское дерби. А я даже там был еще до реконструкции стадиона. Им, кстати, реконструировали такие старенькие стадионы. В принципе, так, без летающих тарелок и без всего вот этого нормально, добротно можно ходить. Сейчас вот я встану на очень тонкий лед, сказав, что я вчера показывали тирбуны, в перерыве показывали. Вот я как-то вот такой концентрации немецких лиц не видел нигде в Германии, как вот в регионе Рцгиберги. Это старый шахтерский регион. Там урановые, по-моему, были рудники. То ли урановые, то ли еще какую-то гадость они там добывали. Там каждый второй больной. Там очень плохая была обстановка. И это вот почему-то только вот такой ценой удается сохранить реальные такие вот клубы. Потому что вот это сообщество его ты ничем не разобьешь. Они до сих пор... И братья Леонард, которые владеют этим клубом, они очень похожи на вот таких серьезных людей, которых мы когда-то где-то раньше видели внешне. Да, вот у них есть какая-то определенная идеология, они ее придерживаются. И все, кто болеет за этот клуб, они как-то ей объединены. Я даже немножко когда из Чехии приехал с чешскими номерами, поставил машину, как-то человек, который меня парковал, как-то странно улыбался, когда я смотрел на эти номера. Да, я с тобой согласен. Тонки лед, потому что я просто могу сразу сказать, не качественное оправдание, потому что если бы я занимал бы другую позицию, я бы не боялся сказать вопросов. Нет. Я ни в коем случае не приемлю всякие российские националистические вещи. Но проблема другая. То, что я вижу, что в современном мире уже начинается становиться. Причем я помню эту историю, я просто сделал небольшой отсыл. Эту историю, когда я был в Англии, по-моему, лет 15 назад, мне рассказывал такой человек лет 55 тому времени, который говорил, вот я понимаю, что уже в Англии тяжело жить кому, гетеросексуальному, белому, из-за рабочего класса. Все, как бы, и все тяжелее. А теперь я вижу, что вот, пожалуйста, вот это и происходит. Но я еще раз говорю, вот я просто вспоминаю Джастин Клюверт, симпатичный, в принципе, игрок, интересный. Но я вспоминаю Патрика Клюверта, он никогда в жизни не говорил о том, что что-то черных зажимают. Он, блин, работал и... И даже никто не вспоминал о том, какого... И в команде, блин, черных, до хрена в той вояксе. Так это вообще никого не волновало никогда. Когда на этом не заостряли внимание, всем было на это наплевать. Ну, говорят, откуда что настолько появляется неонацистов? Так вы, блин, делаете все, чтобы просто их разозречь? Чтобы обращать внимание на это внимание. Совершенно верно. Так все это и происходит. А потом рассказывает, вы кого-нибудь опять это прижали. А еще, естественно, во всей вот этой обстановке еще очень хорошо все эти маркетинговые штуки ложатся. То есть Манчестер Инат это обрел новых болельщиков по всему миру. Вы глобализировали это все. И теперь уже вообще непонятно, стоит ли вообще на стадион ходить. Я иногда могу тебе сказать, что современный футбол, когда вот идет трансляция какого-то матча, финал был Лиги Европы потрясающий в Баку. А, это-то? В Баку. Когда включили телевизор, а я сначала не понял, они какой-то поединок по FIFA, что ли, показывают, когда, знаешь, вот эти вот зрители такие немножко картонные такие и так далее, даже в суперграфике. И все равно я так и не понял до конца, то ли это выставочный матч, то ли это кто-то в FIFA рубится. И тут я понял, ой, так это же финал Лиги Европы. Господи боже. Да нет, при этом я могу сказать, что, конечно, качество футбола все равно, ну, оно так или иначе коррелирует. Естественно, топ-клубы играют лучше. Я ничего не могу сказать. Они играют там прогрессивнее. И я не могу взять вот ту позицию, которую поддерживаешься ты и сказать, я вообще не буду смотреть. Потому что мне все равно интересно, я должен... Ваня сдал. Нет, ну... Я все смотрю. Я все смотрю. Я наоборот, Ваня, я взял и сделал то, что я считаю, что застрел на твоем плюсе. Потому что это, это, я считаю, это позиция. Сейчас скажут, не имеет права здесь вообще ничего говорить, если не смотрел суперматч Манчестер-Сити-Арсенал, который закончился счетом 8-8. Просмотрено было 50 эпизодов по ВАР. Матч длился 3 часа 48 минут. И в нем было больше всего поставлено рекламу. Потому что я вот жду, когда все-таки во время ВАРа начнут ставить рекламу. О, так это же... Мне, кстати, изначально это вообще казалось, что это для этого. У меня и баллончик, кстати, вот этот вот, знаешь, которым стали брызгать линию для штрафного удара, чтобы игроки ни в коем случае... Я это, честно говоря, думал, что это для производителей бутс придумали. Ну, потому что полукрупным планом берутся ряд ног футболистов. И ты видишь, как... Да, а что производители? Осталось там 3 производителя. Всех сожрали. Реально всех сожрали. Вон, кстати, по поводу бутс. Вчера смел Динезе Болония. И вот я был прямо рад. Вот это итальянская традиция, когда врач команды выходит в костюме и, блин, в бутсах черных. Потому что... Это же черные. Нет, потому что реально так, что на траве можно поскользнуться. Но он выходит в костюме. Это такая традиционная итальянская вещь, которая меня прямо умилила, что она до сих пор... Не-не-не. Ну, у них есть, конечно, такие фишки. Мне больше понравилось про бутсы, когда в январе я был на сборах «Зенита» в Катаре и Боро Мелутинович, который работает там, известный тренер, который нужно расшифровывать сейчас, да, пока что было прежде. Он прежде тренировал 6 сборных на разных 6 чемпионатах мира. Такой вот уникальный серп-путешественник. Сейчас ему уже много лет доволен, но вот в федерации футбола Катара и комитет организационного чемпионата мира его привлекают до сих пор как технического такого советника. Он там все время крутится. Так вот, с ним очень интересно иногда встречаться, когда встречаешься с ним, интересно поболтать. И он сказал... Я ему напомнил фразу его, которую он сказал в Москве, что футбол остался прежним, люди стали слишком сложными. Он сказал, ты знаешь, наверное, я и в этом не прав. Футбол-то тоже не остался прежним, потому что ты посмотри на бутсы, которые были тогда и которые есть сейчас. Сейчас это же не для футбола бутсы, а для балета тапки. Вот и все. Ну, с другой стороны, конечно, в них очень больно, когда наступают вот этих новых. Ну, наверное, больно. Поэтому... Но есть плюс, опять-таки, в цветных бутсах. Очень легко, если даже высокая камера, например, и плохо видны номера, как вот, например... Я вообще не знаю... Но некоторые футбольные клубы уже настолько изгаляются со своей формы, что ты не то что фамилию там прочесть не можешь. Я бы на месте спонсоров возникал бы, честно говоря, потому что логотипы растворяются. Не знаю, логотипы все, кстати, нормально. Номера могут растворяться, с логотипами все в порядке. Я смесил. Ну, вот я смотрел Рома и Станбул. У Станбул такая, ну, занятная такая форма, как бы какая-то третья, четвертая. Не знаю, сейчас же форма-то... Мне кажется, у них первой нет, у них сразу третья и четвертая в Станбул. Какое любимое детище Эрдоган. Да. Вот, ну, номера, ну, это просто, их невозможно рассмотреть. Но... Зачем номера? По поводу футбола, то, что он изменился. Вот вчера я говорю, история, опять-таки, все-таки по поводу моей любимой команды, называется она Братфорд Сити, я не знаю, знает. Все, каминг-аут, прям в прямом эфире, вот ты посмотри, да, в кривом эфире. Это тебя спасает. Капитан команды, наш, Джеймс Вон, который был, он, насколько я помню, один из, то есть, третий по возрасту, самый молодой автор гола в английской премьер-лиге, когда он изграл Зейвертон. И вот человек, который меня реально... Я вот хотел этого капитана, потому что у нас давно вот эта вся вот история, когда с немецкими владельцами, ну, это долго мы сейчас уйдем. Это ты про сороковые годы прошлого века, про немецких владельцев? Нет, нет, нет. А, да, извини, пожалуйста, про смену руководства два года назад. Да, да. Видишь, я в курсе, и подряди меня, господа, я вот в курсе всего, что происходило в Брэдфорд Сити в последнее время. Я могу еще продолжить? Можем отдельный? Нет, нет, давай мы отдельный сделаем подкаст, когда заказы придут, спонсора там себе найдем под это дело. Да, и суть в том, что там такая была текучка, что, честно, мне некоторые капитаны взяли в удивление. А здесь парень 88-го года, ну, то есть уже он играл в премьер-лиге, в чемпионшипе, ну, у него есть мотивация, он хочет что-то играть, сейчас играя в Лиге 2, то есть в четвертом, по сути, дивизионе. Вот был момент в матче 3 назад, столкновение головами, ну, видно, что потеря сознания есть. Ну, прям, зашел, сразу дай выйду. И вот вчера он комментировал в Твиттере матч Нью-Кассел-Лестер, где Айсека Хэндона удалили. Терпите, терпите, господа, терпите, Дима скоро закончится. Так-так. Нет, просто я хочу сказать, момент, который можно обсуждать, но там сразу идет красное, потому что Хэйдон идет в единоборство, а его соперник не идет в единоборство. Что делать? И вон пишет в комментариях. Ты говори, сказать, что да, вот то поколение, как раз-таки... Которое было прежде. Да, вон пишет. Говорит, футбол закончился. Он прямо так и написал. Футбол закончился, если в нем нет единоборств. И ему говорят, а ты помнишь, как у тебя был момент, и ему пришлось сделать операцию, он сказал потом в интервью, что говорит, да, тяжкая ситуация была, я честно говорю. У меня тоже для тебя есть история про... Сейчас, я тебе скажу. И когда ему этот вопрос задали, типа, а ты помнишь это по поводу единоборств? Говорит, нормальная ситуация. Говорит, ну, бывает такое. То есть, человек после того, что у него были там кресты, вот это, он приходит и говорит, да, это нормально. А я тебе скажу, что, между прочим, вот даже сейчас, ну, просто в современном мире, да, я даже не буду говорить Европе там или еще где-то, как-то вот сложно стало называть вещи своими именами, да? И вот в Германии, вот Филиппу Ламу, да, закончившему карьеру, ему в какой-то момент, видимо, тоже было называть тяжело вещи своими именами, чемпион мира 2014 года. Его стали спрашивать, слушай, а что что-то вот как-то вот юношеские сборные, вот новое поколение, вроде талантливое, а что-то вот они как-то немножко какие-то уже не такие, как-то у них что-то не получается. Он говорит, понимаете, ну, вот как бы, понятно, техника там, интеллект, там, скорость реакции, это все здорово, но иногда нужно Керперлищ это все еще как-то вот поддерживать. Ну, то есть, атлетизмом иногда. Иногда некоторые вопросы на поле решаются так. Да. Но вот кто, кому не надо, тот это, видимо, не услышал, да? Потому что сборная, вот я два года назад в Германии видел Ю-19, был тихий ужас, я тебе хочу сказать, так немцы никогда не играли. Это не их добродетели, понимаешь? То, как они себя представили. А вторая история, раз уж мы о маскулинности заговорили, два таких качка сидят друг напротив друга и играют бицепсами. А вторая история про твой Брэдфорд, когда он приезжал с Зенитом играть в 2000-м, по-моему, там, году интертота, когда ты, собственно, по-моему, кстати, свихнулся. Нет, я свихнулся раньше. Да, ты раньше свихнулся, ну, ладно. Пациент со стажем. Так вот, и стоял Стюарт Макол, давал мне, такой был защитник, опять же, блондин, играл, иначе, в Пяти Мира в 90-м году за Шотландию и так далее. Нет, ну, он все-таки в Рейнджерс и в Эвертоне. В Рейнджерс и в Эвертоне и в Брэдфорде, что самое главное в этой всей истории. И он давал мне интервью перед матчем на Бровка Петровского, кто-то, они заканчивали тренировку, и тут какой-то из них, вот такой человек, у которого не было там ни шеи, ни ушей, ничего, просто квадратик такой у них, не помню, как тут. Петратор? Возможно. В общем, человек такой, в общем, приземистый, похож на неандертальца. И он решил пошутить, ну, шутки, господи, какие могли быть у англичан тогда шутки, пока они не узнали о диетологах и так далее. И он закрутил метров сорока, вот просто мечом, ему просто сзади, ну, видишь, все дури исполнили сорока. При этом, да, все говорят, что они алкаши, там плохо восстанавливаются, с сорока-то он попал. Прямо в затылок, причем голова у него так покачнулась, как вот просто у этой собачки, которую на торпедо ставят, когда вот это вот кручится. Я подумал, что просто сейчас на моих глазах, это будет первое интервью в моей жизни, когда человек умер при интервью, ну, все. Он-то почесал за ухом, сказал, я тебя убью, и больше ничего. А я тебя... И пошел дальше принимать душу. Ну, да, да. Видишь, какие истории. Да, такая, ну, просто я скажу, что Денис Уайс не отличался никаким атлетизмом. Ну, какой там, ну, такой бегал червяк. Ну, это же человек, который мог сделать больно любому. Причем еще и в рамках правил. Ну, старых правил. А в нынешних это нереально. Ну, так а в нынешних скоро будет как в баскетболе. Пальцы затолкнули. По большому счету, сами правила вытеснили из игры реально настоящих опорных полузащитников. То есть, очень сложно стало им играть. То есть, мне кажется, там последние какие-то образцы, там, в анбомбе. Ну, так поэтому одного опорного задвинутого близко к защитникам уже практически не используется. К защитникам это двигаются диспетчеры наоборот. А вот Юрий Павлович, возвращаясь, закольцовывая, так сказать, нашу тему. О, давай, потому что нам, в принципе, надо уже заканчивать, утомлять. Слушайте. Вот, я и почувствовал. Уже сам устал. Я вот хочу сказать, Юрий Павлович, он прекрасно мурило. Ну, блин, ну что за футболист? Привезли, только Тикнат замок его подписать. Взял, нашел ему позицию и использовал. Приклеил его к опорным. Сделал прямо вот как Тарасова сделал. Ну, Тарасова так и надо было использовать. Да, и все. И работает. Я честно скажу, что я думал, что Юрий Павлович уже в какой-то момент играет в футбол прошлого. Мне казалось, что четко есть группа разрушения, группа атаки. А сейчас такая гомогенная структура. Знаешь, смотря как относиться к понятию футбол прошлого. Если как бы считать это никому не нужным и неправильным, то это одна вещь. Это же как было со схемами. Понимаешь? Я помню, как, не знаю, лет 10 назад была тема, что 3-5-2, да вы чего? Это же вообще анахронизм. Вот 4-3-3 голландцы придумали. Молодцы, здорово. Всем надо играть 4-3-3. Потом все сказали, что надо играть там вообще 4-2-3-1 это очень прогрессивно. Все остальное барахло. Сейчас даже никто не вспомнил, когда 4-5-3 защитника стали играть заново все. Хорошо, Дмитрий, спасибо тебе большое за то, что ты все вот это вот сегодня выдержал. Я знаю, что ты хочешь есть каждые 45 минут. Тебя нужно отпускать отдыхать, проветриваться. Не знаю, приятно ли было вам, но если вдруг что, то через неделю снова здесь обсудим новые правила опять в футболе. Обсудим, не стоит ли повести трехочковые броски в футболе. Фолы за несвежее дыхание и так далее и всего подобное. Но на самом деле тактические нюансы тоже обсудим, потому что серьезными тоже надо иногда быть. Шуток и так в инфрополе стало слишком много. Я поэтому благодарю Диму Нечапаренко, прекрасного скалка, футбольного эксперта. Да, нет, громче, пожалуйста, это скажи. Ваня, я очень благодарен за приглашение. Я хочу, чтобы все слышали. Я растаял. И с этим прощаюсь со всеми до следующего выпуска нашего замечательного разговора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok